В эфире телеканал Звезда, военная приемка и этот выпуск мы начинаем в акватории Индийского океана в 200 километрах от берега и в тысячах километров от российских границ. На борту фрегата одного иностранного государства, какого, пока мы обозначать не будем, скажем только, что расположено оно в Юго-Восточной Азии и главное, здесь очень любят Россию. Обрывы водопадов в скалистых горах, кокосовые пальмы на берегу Синего моря, бесконечные пагоды древних городов, рисовые поля и колесницы, запряженные буйволами. Зрители военной приемки наверняка узнали эти места. Это Мьянма. Важнейший геополитический партнер России. Достаточно сказать, что это единственное государство, куда мы решили поставлять многоцелевые истребители поколения 4+, Су-30СМ. При этом армия Мьянмы одна из самых закрытых в мире. Обычно сюда посторонним вход запрещен. Но благодаря дружеским отношениям наших стран военной приемке сказали «добро пожаловать». И вот сегодня вас ждет то, чего в России вы не увидите никогда. Индийский океан, Андаманское море и флот, который в этой тропической зоне чувствует себя, как рыба в воде. Военно-морской флот Мьянманской республики. Более того, в этот раз наша съемочная группа пройдет настоящий морской, а по сути, океанский боевой поход со стрельбами. Три дня мы проведем на борту самого современного Мьянманского фрегата, где из иностранных журналистов не был еще никто. Никто, кроме нас, в военной приемке. Многие знают Мьянму как Бирму. Так раньше называлась эта страна, столицей которого был Янгон. Так вот, именно в этот древний город вам и надо прилететь на самолете, обязательно зайти в Шведагон, один из красивейших буддистских храмов. Ну а дальше вы садитесь в машину и через час с небольшим оказываетесь на одной из самых секретных баз военно-морского флота Мьянмы. Базы в районе Танхлиин. Ну а здесь вам надо дождаться подъема воды, так чтобы прилив достиг максимума, после чего вас наконец позовут на борт корабля и даже дадут право поучаствовать в погрузке. Самого ценного, нет, не для себя, для экипажа. Итак, вооружившись армейским румом, наша сегодняшняя, находится на корабль по имени Сим-Пьюшин. Это в переводе на русский владелец белого. У меня за спиной идет руководитель нашей военной экспедиции. Видно, что его встречают уже все. Собирались. Вслед за нами на борт поднимается командир фрегата. Его тоже встречают пронзительным и затяжным свистом. На флагштоке венок Будды. Символ победы по традиции его закрепляют перед выходом на войну. Или, как в нашем случае, перед дальним плаванием. Так наш корабль начинает свой океанский поход. Кстати, его название, Кинг Сим-Пьюшин, значит чуть больше, чем просто повелитель белого слона. Это имя, почитаемого вьенманцами монарха. Ну а сам белый слон – это большая редкость. И каждого берегут, как зеницу ока. Вот и этот фрегат прячут от посторонних глаз. Но только не сегодня. Итак, мы стартуем от пирса и движемся по желтым водам реки Янгон. Наш корабль – один из самых современных и самых больших в Мьянме. Длина – 108 метров, водоизмещение – 2722 тонны. Для понимания, это где-то вдвое меньше наших фрегатов, вроде адмирала Советского Союза Горшкова. Стоило фрегату отойти от берега, как все, кто находится на ходовом мостике, надели каски. У нас на флоте ничего подобного, откровенно говоря, не происходит. Обратите внимание, в каске находится даже командир корабля. Вот у него каска, химики это прочитали бы как ЦО. Но на самом деле это командный офицер, то есть старший офицер. Единственный человек, кому разрешено находиться здесь без каски – это гражданский Лосман. Вот видите, он выходит на связь с кораблями, вот мимо проходит контейнеровоз. Вместе с нами на боевые стрельбы движется еще один корабль. И хотя на нашем фрегате главный человек – командир, в этом выходе старший все-таки командир похода. И вот он находит минутку, чтобы ввести нас в курс дела. Рядом с командиром собраны его помощники. Один отвечает за двигатели, второй – за вооружение, третий занят поиском и обнаружением противника с помощью РЛС. Дальше штурман, он следит за продвижением группировки, обозначает координаты. Наконец, тут же на его столе планирует тактику морских сражений. Впрочем, до сражений надо еще дожить, а пока неплохо бы расселиться. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По совету моряков я надеваю лонжи. Именно так называется эта юбка, которую носят все мьенманские мужчины. Военные в том числе. Что касается бытовых условий, нам выделили каюту, на которой так и написали по-английски иностранцы. Иностранцы. Каюта – это шестиместные. Мы живем здесь вместе с переводчиками, офицером сопровождения. Кровати металлические, как и положено, на флоте намертво зафиксированы к полу. У каждого есть спа-жилет из необычного. Если у нас на флоте суровые моряки несут службу на суровых кроватах для белья, обычно серого цвета, то здесь розовые полотенца с мишками. Так что настроение приподнятое. Вот так, подтягивая на ходу юбку, мы отправляемся осматривать самый современный фрегат Мьянмы. В целом, здесь все очень похоже на наши боевые корабли. Объявления не курить, по телефону не говорить, не фотографироваться. Но есть и экзотические вещи. Это в России едят только еду. А тут используют в пищу все, что есть в природе. Но не все это можно объединять одно с другим. Для этого и существует эта таблица. Так что запомните раз и навсегда. Голубя нельзя есть с имбирем. Крепкий алкоголь закусывать дурианом. А лягушек ни в коем случае не стоит заедать грибами. Не ешьте лимон вместе с молоком. Тем временем, из Желтой реки мы наконец выходим в Синее море. В этот момент командир объявляет тревогу. Итак, мы поняли, что у нас есть лучший корабль. И лучшая команда. Осталось понять, что сейчас происходит. Это военная тревога. Весь личный состав корабля готовится к боевому применению и обороне. У нас существует три вида готовности. Первое. Корабль должен быть готов к полному ходу и маневрам. Второе. Готовность вооружения. Третье. Готовность всего экипажа. Не только тех, кто управляет кораблем и его вооружением, а вообще всех. Впрочем, в нашем случае сейчас идет подготовка вооружения. У каждого моряка в этой ситуации своя задача. Зарядить пушку, занять место у пулемета, настроить тепловые ловушки. В этот момент, по правилам янманского флота, все, кто находится на носовой палубе, надевают хлопчатобумажные перчатки, хлопчатобумажные балаклавы. Мы спросили, для защиты от пороховых газов. Все-таки вокруг океана сильный ветер. И в нештатной ситуации пламя может просто обжечь лицо и руки. Теперь, когда экипаж занял позиции у орудий, пару слов о вооружении корабля. По бортам мы видим два пулемета. На самом носу два бомбомета для борьбы с подводными лодками. Сразу за ними крупнокалиберная арт-установка. Позади, на небольшом возвышении, зенитно-ракетный комплекс. Чуть дальше зенитная пушка. По бокам тепловые ловушки. Все это иностранного производства. Мьянманского тут ничего нет. А из российского только игла. И та внутри китайской установки. Мы были бы очень рады поставить на свои корабли ваше вооружение. К сожалению, пока у военно-морского флота Мьянмы его почти нет. На сегодняшний день Мьянмы закупают у России в основном авиатехнику. Это вертолеты Ми-8, самолеты МиГ-29 и Як-130. И вот теперь командование вооруженных сил все больше обращает внимание на морскую и на сухопутную технику российского производства. Это Владимирская область, город Муром. Человек в черной куртке – верховный главнокомандующий мьянманской армии Мин Аунг Хлайн. Уточним, в Мьянме есть министр обороны, но верховный выше. Именно поэтому в России такая встреча. И поэтому такой серьезный кортеж. В сопровождении нашей российской военной полиции Верховного везут на полигон. Где уже все готово до показа дистанционно управляемых боевых модулей для бронемашин. Именно в таких мьянманская армия сейчас нуждается. И вот начинается стрельба. Сначала из БТРа с боевым модулем, которым пользуется в частности, внимание, охрана российского президента. Кажется, гости впечатлены. Разорванная снарядами и пулями мишень – лучшая реклама нашего российского оружия. Очень кучно все. Это 30-мм калибр. Вот это пулемет 7,62. Мы их собираем и вам отдаем на память. Ваше впечатление от того, что вы только что увидели? У вас очень хорошая боевая техника. И, как мы видели, попадания очень точные. Такие машины будут полезны во время активных боевых действий. После полигона мы направляемся на завод «Муром-тепловоз», выпускающий те самые боевые модули. Вот здесь где-то 100 миллионов долларов. Мы можем делать тысячу комплекта в год. На МТЛБУ идет 3000 деталей штопованы. И штампы делаем мы сами. Впрочем, дистанционно управляемое оружие есть и у мьинманцев. Так, например, в походе на фрегате «Синьпьюшин» нам показывают в деле зенитную пушку. Выпущенную, между прочим, в Китае. О как! Смотрите, как реагирует на попадание. Прекрасный выстрел, хорошо. Для корабля эти 5000 выстрелов в минуту – главное оружие и защита. Эту пушку командир фрегата имеет право применять, не получая санкций сверху. Ее целями могут быть самолеты, вертолеты и даже крылатые ракеты, которые рискнут напасть на фрегат. Но что касается Китая, «Инг Синьпьюшин» недавно побывал в Поднебесной, где участвовал в параде в честь 70-летия создания ВМС Китайской Народной Республики. И что важно, на этом параде Мьянманский фрегат встречался с нашим, российским. Что ты думаешь о русском фрегате? Адмирал Горшков. Это замечательный корабль. Он впечатляет. Найс? Найс, очень найс. Главная сила Горшкова – сверхзвуковые «Ониксы» и крылатые калибры. Ракеты, о которых мечтают многие зарубежные страны, в том числе и Мьянма. Ракеты, которые Россия пока не продает никому. Самое мощное оружие на этом мьянманском корабле – крылатые ракеты китайского производства. В нашем случае это были бы «Калибры» и «Леониксы». Причем, если на российском флоте тактико-технические характеристики подобных ракет засекречены, то здесь, наоборот, визит табличка. Любой желающий может подойти к ней и просчитать, что здесь написано. Что здесь написано? Тут написано – ракета С-802 – противокорабельная крылатая ракета. Максимальная дальность стрельбы – 120 км. Минимальная – 10 км. Скорость полета – 0,8 – 0,9 маха. Масса боевой части – 165 кг. Одна такая ракета способна уничтожить военный корабль водоизмещением 3000 тонн. «То есть трехтонный корабль одной ракетой? Only one?» «Он ли ван?» «Но желательно – two?» «Желательно – две». «А почему?» «Потому что на современных кораблях есть система защиты. Чтобы их пробить, лучше запустить две ракеты». 120 км – это, конечно, хорошо. Но дальность полета наших калибров измеряется тысячами. Именно поэтому мгенманские военные неоднократно говорили, что готовы покупать современное российское вооружение. Но пока многие вещи у нас засекречены. И все же без помощи России германский флот не остается. Не многие об этом знают, но на сегодняшний день мы готовим целый спектр специалистов для ВМФ «Мьянмы». Расскажите, что вы построили? Первый обед судостроения – экспериментальная подводная лодка. Подводная лодка? Подводная лодка. Это работа диссертации магистра. В «Мьянме» в 2001 году. А потом я построил небольшие быстротные параметры. Несколько лет назад наш собеседник получил степень кандидата технических наук. Ну а сейчас при его участии идет строительство кораблей по стелс-технологии. Именно таким и является наш кинг Синьпьюшин. Если вы хотите разобраться с историей Мьянманского флота, вам необходимо выехать в бывшую столицу Мьянмы, в город Янгон. Здесь добраться до вот этого интересного объекта, который называется «Коровей». И здесь у «Коровея» нас ждет экскурсовод и, можно сказать, специалист по мьянманской истории Петр Козьма. Петр, это у нас… Это по центру, это королевская баржа и с двух сторон лодки, которые влекут ее вниз по реке. Сколько лет этому кораблю? Этому кораблю, вот конкретно этому, он построен в 1972 году как копия, масштабная копия того реально существовавшего королевского корабля, королевской баржи, которая плавала по реке Яроваде. Трудно поверить, что такой корабль вообще способен держаться на воде по золоту, многоярусной башне, которые облюбовали птицы. Сверху этот катамаран как настоящий дворец. Сейчас мы подходим непосредственно вот к этой барже, где находился… Находился король. И делаем еще несколько шагов и оказываемся на левой части корпуса. За счет чего управлялись эти огромные катамараны? Они управлялись грибцами, и этих грибцов было несколько десятков. Садились по внешним бортам, да? Правильно, и грибли. Еще в 19 веке раз в год Мьянма проводила военно-морские парады. Крест на ее могуществе поставили колонизаторы из Англии. Они отправили короля в ссылку, раздробили империю, и как следствие уничтожили ее флот. То есть по большому счету британцы уничтожили? Британцы уничтожили, да, потому что эта вся церемония вся была связана с королем. Ну и, соответственно, раз короля не стало, пропал смысл проводить подобное. И военно-морские парады потеряли актуальность, охрана дворца потеряла актуальность, соответственно, все еще. Британцы правили Мьянмой 117 лет, ну а потом случилась революция, и страна обрела свободу. Перед уходом англичане передали новому правительству фрегат по имени Фелл. Именно он стал первым флагманом современного военно-морского флота Мьянмы, корабль, на котором во время Второй мировой служили британцы. Ну вот к вопросу о том, в каких спартанских условиях несли службу рядовые матросы элитного, как многие считают, британского флота во время Второй мировой войны. Ну, во-первых, жара и духота. Здесь просто не представляете, как душно. Второе, трехэтажные кровати. Здесь жила поварская команда или коки, как говорят у нас на флоте. Здесь, в этой каюте, жили раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Вот тут у нас каюта офицера. Это заместитель старшего инженера. Ну, надо заметить, что в наше время на фрегатах даже мичмены живут получше. Идем дальше. Это помещение можно было бы назвать пыточный, хотя это классическое операционное. Здесь располагались раненые. Как мы видим, вот такое устройство в кровати защищает раненых от кашки. На самом деле, что тому, кто лежал снизу, не позавидуешь, не только он бился, а верхнего. А это операционный стол первого фрегата мьенманского флота. После съемок нас просят, как можно быстрее покинуть корабль. Говорят, это связано с приближением темноты и ночных привидений. И это не шутка. Мьенманцы очень суеверны. Они верят в привидения, в духов и почитают нумерологию. Эти суеверия живут в Мьянме и в наше время, и в том числе на флоте. Номер у нашего корабля F-14. Точно такой же фрегат есть под номером F-11, F-12, а вот F-13 нет. Причина даже суеверия. Пока мы изучаем фрегат, он начинает поднимать якорь. Из клюза льется вода, она смывает с цепи ил и водоросли. Ну а дальше Кинг Синьпьюшин начинает движение, ну а мы собрались было понаблюдать за этим со стороны, как вдруг моряки вновь переходят к стрельбам, спускают на воду мишень и расчехляют арт-установку. Что можно сказать про эту пушку? Калибр у нее 76 миллиметров, производство итальянское, для того, чтобы эта пушка стреляла. Здесь построено огромное подпалубное пространство, в центре которого барабан, и в который мы сейчас заряжаем четыре боеприпаса. Давайте покажем, как начнется движение. барабан, наподобие револьверного, крутится и подает снаряды в орудие. Вот только что снаряды ушли туда наверх, мы ждем команды на начало стрельбы. И вот все команды отданы, начинается стрельба и пушка в дребезге разносит мишень. Вообще, в смысле военной техники вооруженные силы Мьянмы устроены совсем не так, как российские. Мьянманцы покупают для себя оружие во всех странах мира. Например, пушку, как вы уже поняли, у итальянцев, пулемет у американцев. А теперь посмотрите, как пулеметчик держит свой пулемет. Ничего не напоминает пулемет Максим, гражданская война, который на самом деле никак не не был американским пулемет производства Максима. Так вот, здесь точно такой же американский пулемет калибра 0,5 дюйма. У США Мьянманский флот взял для себя еще одну важнейшую вещь систему подготовки морских котиков. Место, где мы сейчас находимся, это один из лучших пляжей Юго-Восточной Азии. То, что в туристических проспектах называется район Нгапар. И действительно, посмотрите, какая здесь красота. Кокосовые пальмы, золотой песок, но конкретно на этом пляже туристов вы не увидите никогда. Именно здесь располагается одна из самых секретных баз военно-морского флота. Пункт первый из того, что мьянманцы готовы показать иностранцам, это работа диверсионной группы по скрытому минированию наземного объекта. На этом этапе задача быстро и незаметно добраться до платформы в море, заминировать ее и незаметно уйти. И вот двое спецназовцев уже стоят на платформе, закладка и запал готовы, бойцы в воде прикрывают своих товарищей на случай атаки. Ну а дальше Викфордов шнур начинает дымиться, самое время сматывать удочки. И вот тут еще один интересный момент. Спецназ мьянма делает это таким способом, который в России, ну по крайней мере нам, не приходилось видеть ни разу. Дальше мы подбираем еще одного диверсанта, еще и еще, наконец, все в сборе и лодка мчит к берегу. Проходит еще несколько секунд и платформу накрывает сноб искр и дым до небес. Уточним, то, что вы видели, это была работа выпускников школы спецназа. Новичков допускают к такому только спустя месяцы тренировок и после недели в аду. экстремального испытания на силу и выносливость по американским стандартам. Длится оно, как вы уже поняли, ровно семь дней и все это время курсантам приходится жить на улице и подвергаться страшным нагрузкам. Хотя со стороны кажется, что все совсем не так страшно. надо заметить, что вода в Иппельском океане сейчас градусом 30. Я верю, что многие наши телезрители с удовольствием пережили бы вот такую неделю воды, потому что никакого ада на данном нет, скорее, это рай. И я, честно говоря, с большими наборствами приземляю. Не знаю, о чем поют ребята. Как нам потом объяснили, поют моряки о флоте и о родине. Вода с песком заливает им лица. Как вдруг к этому еще добавляется и тропический дождь. Но это не повод прекращать испытания. Стой! Стой! Надо заметить, военная приемка не раз. делала фильм о том, как работают наши спецподразделения военно-морского флота, предназначенные в том числе для работы и под водой. Так вот, у нас нам еще ни разу не давали снимать, как наши спецы грибут на дарках или на каное. У нас обычно мотор. На берег команда возвращается уже затемно. Но покой всем только снится. Адские тренировки спецназа продолжаются. Легкий пот смывает дождь, но легче от этого не становится. Ну что, неделя в аду становится настоящей. Адем, что они сейчас делают? Тренировка с бревном это один из видов физической подготовки. Цель добиться синхронности. Это очень важно при выполнении боевой задачи, ну и для укрепления тела и духа. Чтобы теперь для нас эта неделя не закончилась садом, я предлагаю быстро сворачиваться и начать залье. Побежали. Это только надводная часть, а есть еще и подводная в глубоком бассейне. Пользуясь случаем, я тоже записываюсь на пару часов в котике. И таким образом становлюсь свидетелем еще одного испытания нападения на котов подводных диверсантов. Перед вами настоящие подводные бои без правил. Понятно, что самый простой способ вывести врага из строя, перекрыть ему воздух, можно еще сорвать маску с лица или вырвать загубник. Именно этим и занимаются сейчас инструкторы с новичками. И все бы ничего, но в запале и меня принимают за курсанта и тоже срывают маску. Отделавшись легким испугом, я выбираюсь снаружи. Ну вот начинается следующее упражнение. Идут вдвоем два водолаза. Для чего это нужно? Что это такое? Это упражнение выполняют двое военнослужащих с одним баллоном. У них он общий и дышать приходится по очереди. Так отрабатывается ситуация отказа системы дыхания или если, к примеру, противник повредил баллон одного из пловцов. Они должны помочь друг другу и совместно выполнить поставленную боевую задачу. Этот бассейн детище главы военно-морского флота Мьянны. Он лично прошел полную подготовку в США и создал этот центр по американским стандартам. Такую подготовку проходит только спецназ. Для обычных моряков открыто военно-морское училище. Глядишь на то, как проходит здесь зарядка и думаешь, вот уж где настоящая неделя ада. Лично мне казалось, что так тренируют либо летчиков, либо курсантов. Ну а в Мьянме через эти круги ада должен пройти каждый курсант. Так молодых парней приучают любить качку. Впрочем, во время нашего похода на фрегате Кинг Синьпьюшин у нас нет проблем с скачкой, но разве что во время морской гонки с другими военными кораблями Мьянме, когда прямо посреди океана к нам присоединяются два корвета. Всего на сегодняшний день у Мьянманского флота 119 кораблей и вспомогательных судов. Мы, повторюсь, находимся на самом большом и самом современном. Пока мы ужинаем в командирской кают-компании начинается ужин и у рядового состава. На столе рис, рыба, овощи, фрукты суп здесь не варят, пиалы на столе наполнены соусом. Он заменяет и соль, и перец. Ну вот еще у нас одна интересная встреча. на корабле произошла практически земляком. Человек, который учился у нас в России в каком городе? Комсомольске на Амуре. Сколько лет? Три года. Специальность? Ворской электронике. То есть главный специалист ворской электронике на этом фрегате, лучшим на Мьянманском флоте, обучался у нас в России. Правильно так наш корабль начинает свой океанский поход. Кстати, его название Кинг Симбьюшин значит чуть больше, чем просто повелитель белого слона. Это имя почитаемого мьянманцами монарха. В эфире телеканал «Звезда военная приемка» и мы продолжаем путешествие по военно-морским базам республики Мьянм. И здесь мы должны вам представить офицера, который сколько лет у нас поручился в городе специальность морской инженер сейчас нам покажет такую вещь, которую лично я у нас в России не видел еще ни разу. Что мы будем делать? Пострелять по этому кораблю в спуске. По этому кораблю будем стрелять из пушки. Спуск с кем с кем правильно я понял. По этому кораблю по московски. И вот мы слышим серию залпов похоже по нам попали. Корабль начинает заполнять вода одна, вторая, третья пробоина. С каждым разом их становится все больше. Моряки тут же бросаются к этим пробоинам, пытаются их затравить. Вот идут клинья, молотки, но спасательным работам мешает тачка. Теперь вы, наверное, поняли, что мы находимся на тренажере, но во-первых, этот тренажер позволяет сомитировать кашу. видите второе, это то, что сюда может быть залито 75 тонн воды. И имитация, ну, просто бочевая специальная и третья. третья. Потому что мы должны отправиться с подлогом с одной минутой. Конечно, у нас в России существуют подобные тренажеры, но чтобы эти искусственные корабли, наполненные тоннами воды, еще и качались, лично я такого не видел. Сейчас похоже кто-то поет четройку. Долкармя убирали, убирали. не успевают моряки задраить одну пробоину, тут же возникает еще одна, и тут уже не до смеха. в конце концов камеру, которую я держу в руках, заливает, и она перестает записывать звук. Впрочем, это наши проблемы. Что касается корабля, он хоть и немного потоплен, но, наконец, спасен. Это симулятор управления по привлечению. Вот это симулятор мы постоим в 26-м горе. И придет отрывок отрывок 10-го мая 26-го гора. Поэтому он уже три гора. Вот этот крен, когда поднимается, сколько вы здесь делаете? 12-го тепла до 17-го градуса. 15-го градуса? 17-го градуса. Вода набирается, да, и мы можем постоянно ездить на беженку с помощью насоса. Итак, разобравшись с технологиями спасения, мы снова возвращаемся на корабль, где специально для нас организуют еще одну серию стрельб. На этот раз глубинными подводными бомбами. Ну что, все в жизни когда-то происходит впервые. Вот таких вещей лично я еще никогда не видел. Ух ты, а как шаром-то обдает. Это вылет средств борьбы с подводными лодками. Надо сказать, очень мощное средство для обогрева. Нас сразу предупреждали, что ни в коем случае нельзя находиться на палубе. Если бы мы увидели это со стороны заранее, наверняка последовали до совету. Но теперь уже поздно. Впрочем, скажем откровенно, против современных подводных лодок такие бомбы не самое эффективное оружие. Понятно, что на борту мьинманского фрегата есть кое-что помощнее. теперь, что касается торпедного вооружения, тут есть очень интересный аппарат, сделанный, между прочим, в Индии. Это торпеды против чего? Эти торпеды применяются против подводных лодок на дистанции 7 километров. Они тоже сделаны в Индии, как и сама торпедная установка. Мы знаем, что у ВМФ России есть торпеды радиусом действия до 50 километров. Мы бы тоже хотели иметь ваше оружие на своих кораблях. Сказать честно, нам приятно слышать такие слова. В Мьянме уважают российское вооружение. Неудивительно, что верховный главнокомандующий мьенманской армии Мин Аунгхлайн уже не первый раз едет в Россию. И на этот раз на старейшее в стране судостроительное предприятие Адмиралтейские верфи. Подводная лодка в лесах это «Варшавянка». Проект 636. Напомню, именно «Варшавянки» отметились, например, в Сирии пусками крылатых ракет «Калибр» из подводного положения. Похоже, все идет к тому, что эти лодки скоро появятся. Ну, вы поняли, где. Просто не хочется сглазить, пока не подписан контракт. Явно является «Варшавянка». Находится между Индией и Китаем. Находится в Азии. И это зона притяжения особого наших, как мы говорим, партнеров в кавычках американцев. И соответственно, попытки дестабилизации мира по оси Сирия, Ирак и Судак-Миямни. Соответственно, вот наше участие России, близкое сотрудничество в вопросах создания какого-то мощного, хорошего флота, в том числе подводного с Российской, почему бы и нет? Чуть позже, в эксклюзивном интервью военной приемки, верховный главнокомандующий Мин Аунгхлайн объяснит, зачем его стране подводный флот. В Мьянме морская граница более двух тысяч километров. Это значительная акватория, поэтому нам нужен такой флот, который сможет защитить нашу родину. У нас было немало сложностей при создании такого флота, и сейчас построено достаточно кораблей для защиты. Но флот необходимо расширять. У соседних стран есть подводные лодки, у нас пока нет. Разумеется, Мьянма тоже хочет иметь их, но подводный флот это очень сложная часть ВМС. Те люди, которые будут служить на подводных лодках, должны быть великолепно обучены. Поэтому уже с этого момента мы начинаем подготовку нужных кадров. Спасибо, что Россия поможет нам с кораблями и с обучением моряков. Тем временем верховный главнокомандующий Мьянме завершает свою поездку по России путешествием по Неве. Но мы, наоборот, заканчиваем свой поход у него в гостях в Индийском океане. И вот в завершении прохода в Индийском салюту истанах. Конечно, какой красивый салют посреди Индийского океана. Конечно, мы понимаем, что это инфракрасные ловушки, предназначены для боевых действий. Но для нас это скорее просто красивый салют. Нам, нашим отношениям и нашей дружбе, дружбе России и Мьянмы. Что было потом, понятно. Возвращение из Синего моря в Желтую реку, построение экипажа, прощание и мысли о том, что мы неплохо поработали в этой стране. И теперь надо бы съездить в Мьянму на отдых. Вместе с семьей посмотреть на пагоды, водопады, на запряженных в пары буйволов, тем более, что в этой стране нас, россиян, любят и уважают. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова